Друзья, не думайте, что утро. Нет, уже три часа. Представляете, какие мы сегодня лентяи не снимаем, ничего. Снегопад у нас, снежок пролетает. Сейчас мы выйдем на улицу, на минус два. Да, Матвейка вот такую запеканочку ест. Это вот то, что мы сегодня с утра сварганили. У нас была отварная говядина, смешали её с яйцом, выложили слоем. Сверху богатый слой лука выложили, потом огурчики и всё засыпали сыром. Вкусняшка получилась. Ну, нормально, в общем. Потом, что ещё мы делали? Мы делали сыр. Ну, вот я его пока прессую, не буду показывать. Фермерский сыр сделали. Также жарили сегодня картошку. Остаточки можете наблюдать здесь в разных видах. Картошку делали. Потом ушла я наверх и прибиралось всё наверху, потому что надо было вещи глаженные по шкафам. всё разложить, носки по парочкам собрать, цветы полить. В общем, вот такие вот хозяйские дела свои делала. Да, Фадей у нас сегодня ездил с дедом кататься. Съездили они на привоз, дед что-то уголочки себе там покупал и что-то мастерить будет он. Вот. И ездили потом на... А на какой вы автодром ездили? На поле. А, на поле. Ну, опять на поле. В общем, дед его хвалит. Говорит, очень хорошо справляется и с рычагами, и плавненько всё переключает. В общем, прям ас-ас в вождение. Так, Финка убежал. Вот. А сейчас мы с вами пройдёмся по улице. Поснимаем маленько и улицу, и корову, потому что я пошла её кормить на самом деле. Мне надо её выйти покормить. И дойдём даже до Алёши. А Алёша с Фадеем... Фадей сегодня у нас прям развлекается по полной. То на автодроме не успел приехать. Отец говорит, пойдём я с тобой в теннис схожу. Ну, видал, что я ему вчера купила ракетку теннисную. Говорит, раз парень увлекается, надо с ним заниматься. И, в общем, пригласил не Матвея, а Фадея играть в теннис. А почему? Потому что Матвей делает вариант ОГЭ по русскому языку. Ему 10 вариантов задали на каникулы. Но там они не полностью, а... Ну, какая-то идёт от варианта вот эта часть тестовая, что ли, вот эту тестовую часть. Ну, в общем, 10 вариантов прорешать надо. Он, конечно же, все каникулы не чесался, а сегодня зачесался. И давай их делать. В общем, вот с утра всё по русскому языку проделывает. Ну, и мучительница сразу и ответы, кстати говоря, скинула. Ну, полагаясь на их, прямо скажем, сознательно, что они будут делать сами. И потом самоконтроль произведут. То бишь, проверят правильно, неправильно. Ну, вот я сейчас посмотрела, как он решает. Ну, в принципе, ну, вот одно задание там, где надо парафрографическим правилам, очень с загвоздкой такое, пятое задание. Вот это даже я не могу, честно говоря, сразу так сказать. Потому что там сказать надо, какое правило соблюдается в определённом слове. Да, не всегда так понятно. Короче, с загвоздкой. Вот в этом задании он как-то ошибается. Остальные, в принципе, лёгкие для него. Он нормально, как орешки щелкает. Ладно, всё, одеваюсь, пойдём к корове. Всё, оделась, идём. В общем, у нас сегодня же 7 ноября. Соседи напротив вывешали в окне красный флаг Советского Союза. Ну, в общем, короче говоря, всех приверженцев я, конечно, поздравляю. Но как-то это необычно. Прямо скажем, необычно. На доме вывешали красный флаг. Ой. Ну, в общем, вот так. Интересно. Мы сейчас просто в окно смотрели. Нам интересно показалось. Так. Ну и что? Будем кушать? Ой. Пора бы уже, да, перекусить, скажи. А мы что-то сами тоже сегодня позавтракали. Наверное, часов в 10. И ещё не обедали. Так что Зоря будет первая. Не долбась. Не долбась. Так, 4 ковшика тебе хватит. Давай. Оп-ка. Ешь. Я её туда не захожу. Мне и так приходится и утром, и вечером с ней воевать, когда надо зайти туда. Она меня... Благо, рогов нету. Она меня почему-то всегда встречает лобом. Что я, видимо, затягиваю её трапезу. И мне её приходится прям селом разворачивать. Я говорю, хорошо, у тебя нету рогов, да? А тут и такая вредина, что уже становится с возрастом. Что не даёт мне зайти её, когда доить идёт. Сейчас мы и водичку нальём. Смена принесём. Ждём, когда нам тележку привезут, обещали сегодня. Её вчера забрали, хозяева с навозом-то. А сегодня должны были повезти. Но пока нету. Не знаю, некогда им, наверное. А так бы хотелось, конечно, навоз пока ещё отдавать кому-то. Пока наши короба не загружать. Да и нам проще так, что раз выкидала и твёрт, конечно. Потому что вот так. Ладно, полный бак налила. Обязательно крышкой бак закрываю. Потому что иначе испаренный идёт. А и так очень высокая влажность. Знаете, как влажность определяют в конюшне? Когда начинает появляться вот эта вот паутина. Её прямо много становится. Это значит, что влажность повышенная. Вот у нас паутины хватает. Короче говоря, и так влаги в коровнике достаточно. Особенно были морозы. Я закрывала дверь-то входную. И, в общем, утром открываешь. Тут, конечно, баня. Всё равно она ждёт. В общем, мочит, мочит. Так, седу сейчас. Ну что, готова к сенному душу? Так, ведушек устрою из сена. Опа. Не очень, конечно, удобно наверху. Ну что делаешь? Хотя, кеш, у тебя там ещё не всё доедено. Доедай до конца. Так. А ты Ефимку Матвей не вывел? Не. Не сообразил? Надо было его тоже погулять. Погодка-то хорошая, где-то минус два. Ну и что? Как делишь-то у парнейшки? Чё голову вчера не доел лежат, а? Не хочешь уже, да? Не хочешь уже наелся? О, ты какой славный пёс. О, ты мой малыш. Пошли. Туда я в огород побежала. Побежали за мной. Пойдём за мной, побежали. Ой, тут сейчас снежком-то припорошила лёд. Я вчера вечером-то понесла. Ой, сколько у него головок. Боже мой, вот склад-то у человека. Эй, Байкал. Байкал, Байкал, Байкал. Вот он мой хороший. Вот он мой хороший, да. Бегун. В общем, скользко идти. А так, всё вот так, в общем. Вот так вот всё у нас тут. Стул до сих пор стоит, надо его убрать. Ай. Нет снега, что там говорить. Конечно, не укрыло вообще. Не укрыло. Снежком. Хотелось бы, чтобы вот эти мои гряды укрыты были с луком, с тесноком. Ну, нет. Что-то как-то плохо. Так вот. Что-то Аляшиндюков сегодня не закрывает. Говорит, тепло. Говорит, тепло, да, мадамы. Такие беленькие стали. Видимо, их индюки-то стали топтать. Они побелели. Побелелись. Ну-ка, Борьку глянем. Давно не была. Так, куряшки. Куряшки, Боря, спит. Спит. С моего не разбудит. Ой, а ножки вытянул аж. Дрыхнет. Так вот он. Спит. Не путем учить. Так. Ну и пойдем сейчас посмотрим, где наши теннисисты. Одного натренировался, с второго будет тренировать. Дед тоже Матвея научил на машине кататься. Тот уже не беспокоится, так сказать. А этот все беспокоился. Мама, мне же, говорит, не сдать с первого раза. Будет на экзамен, если меня не научат. Я говорю, ну, научите еще тебе, говорю, какие твои годы. Так он деда, в общем, донял, донял, можно сказать. Каждый день ему, давай, давай. В общем, начали они. Ой, сейчас поднимемся. Тут такие высокие ступени. Это просто ужас какой-то. Наш кир, кто не видел. Здесь Матвей с дедом стреляют. Здесь у них прибегающая мишень, бегающая по этим тросам. Это для новичков, рассказываю, кто не видел. Здесь у них такая вот будочка. Здесь печка стоит, воздуходувка. И масляный радиатор стоит. В общем, у них здесь все отапливается. Деду подзорная труба. Он специально заказал. Дед через это окошечко смотрит. Ил пробоины. А Матвей вон через то окошечко стреляет. И тут весь механизм. В общем, такой вот тирш. Куда деваться? Коронавирус заставит. Секцию закрыли. Так, ну, идем к спортсменам. Снимай отсюда. Ага. Флаг-то? Вот, смотрите. Флаг к 7 ноября. Это какой флаг? СССР или ФССР? Как там? РСФСР. 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 СССР. Слушай, а когда такой флаг вешает, это что значит? Ну, сегодня в советском время было, как раз, пинкали даря. А раньше... То есть, просто, просто ностальгия у людей? Ну, да. А, все понятно. А я думаю, что это значит? Да ладно, мы такого не делали, Алеш. Ну, ты в то время, ты и не желаешь. Почему? Я помню. Я помню, мы ходили с шариками с воздушными. Ай-яй-яй, забил себе гол. Ну, как у Фаде, ракетка? Ну, очень хорошая. Ракетка хорошая, да? А как тебе ученик? Хорошо играет? Да. Научился он маленько с другом-то? Натренировался? Ух ты ж. Не забил, да? Вот так вот. Вообще, играет пацаны. Это вид на нашу крышу. Ужасный, безобразный вот этот шифер на гараже. Ужас, ужас. Алеша, ты видел дыру у нас в этом? Да, может. В гараже? Может ее закрыть хоть чем-то, и влага попадает. Короче, вот эту крышу нам надо всю перебывать. Она уже заросла каким-то мхом рыжим. Некрасиво это все, конечно, сверху. Вообще некрасиво. У нас на доме, конечно, тоже страшненькая крыша. Но она хотя бы из... Как это? Оцинковка, да, на крыше-то, на доме? Оцинковка. А вот на козыречке там тоже идет шифер. По сути бы тоже сменить, но вроде как и железо ведь. Сейчас дорого это все. Поэтому на доме трогать не будем. Оно пока в негодность не пришло. Смотрится, ну, серенько, но нормально. Вот. А вот это вот, конечно, я не знаю. Надо менять уже, мне кажется. Дыры раз пошли. Вот. Тогда сделай обзор огорода с... С этой стороны? Сейчас, сейчас обзор будет огорода. Вот. Здесь другая комната. Комнаты все большие, друзья. Они все могут делиться. Поэтому как там будет дальше, не знаю. Вон Матвей гуляет, ходит. Грустит что-то. Увидал меня. Как он маму не видит. Так, ну вот он. Огородик-то совсем малюхонький. Это когда его садишь, засаживаешь луком. Да, кажется, ой, как много. А так-то небольшой, конечно, огородик. И вот такой вот балкон здесь у нас, да. Ну вот, в будущем, если все-таки дом будет на двух хозяев, то дед говорит, что надо вот этот вот балкон использовать именно как прихожку. То есть сделать лестницу сразу на второй этаж для второй семьи. То есть одна семья будет на первом этаже жить и заходить через дверь на первом этаже. А второй, второй, допустим, сосед, так скажем, второй житель, да, вторая семья будет сразу подниматься вот на этот вот балкон. Здесь, допустим, будет кухня, как это и должно быть. Потому что идёт, все здесь вытяжки идут, да, каналы проделаны. Вот. И дальше уже пойдёт здесь, соответственно, туалет с ванной. Здесь комната. Здесь всё это будет разделяться тоже просто перегородками. Всё будет разделяться. Довольно большие пролёты сделаны. Как сказать, доски где-то прогибаются, поэтому... Сейчас потихоньку буду сползать. Поэтому на первом этаже нам придётся ставить дополнительные стены, которые будут опорой являться для потолка. Ну, вот такую допустили ошибку. Конечно, надо было, может быть... Так, сейчас зацеплюсь. Ой, вот эти пролёты делать меньше. Ну, вот такие работы предстоят. Не знаю, может быть, решимся даже на следующий год вот именно вот эти опорные стены выстроить. Вообще, дед... Видите, вот она и лежит. Эта доска, она 6-метровая. Она начинает потихоньку. Надо нагрузку, в общем, уменьшать. Потому что это не дело. Такой большой пролёт. И дед предлагает вот здесь вот устраивать ещё дополнительно стенку. Это как бы будет и делать выход из кухни сюда. Да, это как бы кладовка будет. Потому что веранда, по сути, ну, нет такой, как в том доме. То есть будет зала. И здесь просто другая стенка будет. Не та, а ещё сделается. И таким образом поддержим мы потолок. Вот. А здесь вот эта, считай, кухня будет. И здесь будет дверь. Может быть, будет потайная дверь. Не знаю, как мы это сделаем. Потом. Может быть, это нас и не будет особо. Хозяева будут, будут сами решать. Смотря как мы это затянем. Вот. И будет дверь и в ту кладовку. То есть, как бы вот так вот. Всё это планируется. Фух. Ну, а пока вот то, что есть, то есть. И будет ещё в той комнате. Тоже надо делать стенку, короче, подпорную. Потому что, ну, неправильно маленько. Почему-то нам не подсказал архитектор, что как бы это неправильно делать. Вот такие пролёты большие, что 6-метровая доска такого, да. В общем, надо было сделать маленько по-другому. Ну, когда это делалось, мы были молодые. И вот этот план рисовался, видимо, тоже молодым и неопытным архитектором. Чё там говорить. Это мы никакие нам не сказали, что надо по-другому запланировать. Нарисовали и сделали, как было. Фух. Снежок опять пошёл. Видите? Опять пошёл снежок. Ну, ладно. Прогуляла вас, поболтала. Да и будет. Пошла сейчас домой. Буду какой-нибудь супец ставить, варить. Потому что бульон есть. Есть хотят. Уже все. Пойду налаживать сейчас. Что-нибудь варганить, опять придумывать. Меня вчера на стриме спросили, не надоело ли мне готовить уже. Ну, а куда деваться, слушайте. Семья есть семья. Тем более семья большая. Какой-то кот ест из нашей помойки. Глядите. Сидит и ест. Вот туда отходы пищевые вываливаем. Видимо, он что-то для себя нашёл. А, там всякие, знаете, что было? Внутрянка же индюшинная. Она даже ещё и не испортилась, наверное. Печёнка, да селезёнка, да лёгкие. Вот он сидит, кушает. Даже собака ему не помеха. А, нет, помеха. Испугался. Смотри, индюшачьи внутренности ест котяра этот серый. Такие дела. Так что пошла готовить. Надоело, не надоело, а надо что-то готовить. Матвей, какой суп-то будем варить, а? Надо сейчас суп сварить. Бульон стоит. Тоже фантазии не хватает. Вот у меня не хватает. Лапшины без лапши. Тогда ешь бульон. Ладно, пошли. Гороховый, не знаю. Гороховую кашу на бульоне. Ой, ладно, подумаем сейчас. Ну, друзья, в классе сижу. Решали мы физику. Сейчас Матвей отправил. Я снимаю вам концовку этого ролика. В общем, вечер, чем мы занимались. Я сварила гороховую кашу. Всё, что Матвей заказал, я ей сварила. Вот. Ну, а все остальные, кто не хотел, те не ели. Ефим себе попросил овсяную кашу из пакетика заварить, ему сделали. Салат кто-то ел помидорный с огурцами, делал целую миску. Короче говоря, вот так. Наелись как могли, кто как, по-разному все. А я потом что-то прилегла, включила какой-то ролик и просто вырубилась. Наверное, целый час я проспала. Вот. И потом соскочила уже. Пошли с Матвеем физику делать следующий вариант. Начали половину сделали сегодня. Так что идет процесс. Пишут мне родители. Завтра будут. Нет у меня занятия. Потому что все практически... Ну, старшеклассники, имею в виду, с пятого класса у нас все сейчас на дистанте будут. Поэтому спрашивают, буду работать. Нет. Вот. Ну, я пишу, что буду работать. Так что завтра я уже работаю. Завтра рабочий день. Потому что надо сегодня сходить сейчас в баню. Корову подоить сначала. Надо только потом в баню сходить. И, в общем, попробовать пораньше уснуть сегодня. Чтобы завтра пораньше чуть-чуть, хотя бы на полчаса встать. Пораньше, чтобы не торопиться. Вот такие вот у нас сегодня вышли дела. Такое вот было воскресенье. Вот. Ну, все. Давайте. Всех с началом недели. Чтобы она нормально у нас сложилась. Ну, и надеюсь, что дистанк закончится с этой недели. И будет уже нормальная учеба. Потому что это, конечно, не учеба. Сейчас уже должны у Матвея быть консультации. По сути, уже поставить должны. И по физике, и по информатике. И по русскому, и по математике. Но если это будет дистант, ну, какие консультации? Вот так. Завтра им зумы назначили. И Фадею назначили зумы. И Матвею уже два назначили русский математику. То есть в зуме, в зуме. Но, как там дальше, я надеюсь, что это ненадолго. В общем, надо учиться. Какие дела? Ну, ладно. Все. Давайте не будем о грустном. Опять же, будем надеяться, что эта неделя нам только хорошее будет приносить. Вот. Главное в это верить. Все. Давайте. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok